Здравствуйте! В эфире Афиша Яна Кравцова. Расскажу, чем порадует эта январская неделя. Но для начала немного истории Ломоносовского дворца культуры. Сегодня мы его гости. Официально главное учреждение культуры округа Варавина-Фактория открыли в декабре 1978 года. В Ломоносовском ДК были организованы различные творческие объединения. Клуб самодеятельной песни, кинофотообъединение, оркестр народных инструментов, ансамбль бального танца и театральный коллектив. А главное, здесь показывали кино. Все сеансы проходили с аншлагом, а фильмы демонстрировались сразу после показа в кинотеатрах «Мир» и «Русь». В разные годы на сцене Ломоносовского ДК блистали народные артисты Евгений Леонов, Константин Райкин, Махмуд Исамбаев, академический хореографический ансамбль «Березка» и многие другие. Сейчас подробнее о том, какими событиями порадуют Ломоносовский ДК «Северяны гостей города» в январе. В четверг, 17 января, состоится концерт Александра Юркина «Уходя, оставьте свет», посвященный памяти Иосифа Кобзона. Билеты уже в продаже, начало концерта в 18.30. Телефон для справок 610092. 22 января в 14 часов состоится театрализованное представление «Новогодняя жар птица», а 26 января в 11 утра пройдет конкурс детских новогодних программ «Северные жемчужинки». А сейчас в музее ЗО. Там работает грандиозная выставка «Портрет семьи» из собрания Государственного русского музея. Можно увидеть произведения выдающихся русских художников Владимира Боровиковского, Федора Толстого, Николая Гея, Бориса Кустодьева, Константина Маковского и многих других. Каждые выходные в 14 и 16 часов бесплатная экскурсия по выставке при наличии входного билета. Откроем семейный альбом «Великой эпохи нашей страны» вместе и заглянем в самое сердце русской истории. Театр «Кукол» круглый год дарит сказку своему благодарному зрителю. 19 января в 11 и 14 часов и 20 января в 16.30 спектакль «Бука. Вредный заяц». Яркая игровая история о том, что неправильно, а зачастую просто опасно для жизни оставаться одному и отказываться от дружбы. Также в гости вас приглашают три поросенка, которые больше всего на свете обожают улыбки детей и громкие аплодисменты. Центральная городская библиотека имени Ломоносова приглашает на поэтический вечер Андрея Павилайтиса «Я стихи, а стихах пишу». Произведения автора наполнены романтикой и лиризмом. В исполнении поэта прозвучат стихи, песни под гитару и другие музыкальные паузы. Итак, встречаемся 20 января в 13 часов в Центральной библиотеке имени Ломоносова. Вход свободный. Далее отправимся в город Корабелок. Северодвинский драматический театр приглашает на спектакли. В эту пятницу в 6 вечера «Метель». Театральная фантазия в двух действиях по повести Александра Пушкина. В субботу в полдень для юных зрителей удивительные приключения Бонифация. В этот же день в 6 вечера мистический анекдот в двух действиях «Пиковая дама» по повести Пушкина. Вечером на большой сцене смотрите авантюрную комедию «Чемоданчик. Начало. 18 часов». А Котловский драмтеатр приглашает котлашан и гостей города. 18 января в 6 вечера комедия для взрослой публики «Тетки». В субботу в это же время артисты покажут номер с фруктами. 20 января в полдень волшебная сказка для самых маленьких «Фафела». А 25 января в 18 часов театральный калейдоскоп откроет год театра. На сегодня все. Снежной и культурной вам зимы, друзья. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!